Здравствуйте, уважаемые зрители! Нам часто говорят, что Советский Союз напал на Польшу в 1939 году и способствовал разгрому этой страны, чьё правительство оказалось в изгнании. Но это всё пропагандистские трюки и не более того. 17 сентября 1939 года, потеряв всякую субъектность, правительство этой страны бежит из Варшавы, а спустя сутки оно убывает в Лондон, где продолжило существовать и взяло на себя впоследствии командование армии Краёва, подпольной организации, которая боролась с немцами. Но не всегда и далеко не везде. Как показали рассекреченные документы, они сотрудничали, а немецкие офицеры продавали якобы своим врагам оружие. В 1941 году части Красной Армии оставляют Западную Белоруссию, а на оккупированные территории приходят кто? Конечно же поляки, которые до 1939 года были чиновниками и служили в полиции. Те самые, на которых якобы напали. Прикольно они с немцами боролись, но это всё цветочки. Да, Гродненская полиция полностью состояла из поляков, как и чиновничий аппарат. Не исключением из правил были Баранович и Сломин. Они работали на рейх, и их это никак не смущало. Также в это время начинается формирование армии Краёва под командованием правительства в изгнании. Они планировали, опираясь на Англию и США, получить вновь независимость, которую потеряли по своей недальновидности, и далеко не в первый раз. А Советский Союз считали своим врагом, как считали все годы существования этой страны. Поэтому практически сразу приступили к действиям на территории Беларуси против наших партизан, которые вели неравную борьбу с коричневой чумой. Причем, чем ближе был фронт, тем эти отбитые ребята действовали всё слаженнее и слаженнее с фашистами. Интересный случай. Командир батальона армии Краёва Адольф Пильх и вовсе достиг договоренности с немцами в декабре 1943 года и получал вооружение от фашистов. А далее была операция «Багратион», в ходе которой Рых из Беларуси покатился как ком с горы на запад, а вместе с ним и армия правительства в изгнании. Вот только что за ручки не держались. Времена были другими. Последние препятствия не чинили, ведь они по факту были такими же фашистами плоть от плоти. Евреев в армии Краёва было немного, и их расстреливали после малейших подозрений в симпатии к СССР. Эти персонажи часто участвовали в геноциде украинцев и белорусов, не уступая в жестокости тем же бандеровцам. Так они расстреляли семь девушек-метработников Красной Армии, бежавших из плена за то, что они были из Красной Армии, и лечили солдат, воевавших с коричневой чумой. В целом подробности преступления раскрывать не буду, алгоритмы этого не любят. В ответ на это, естественно, части Красной Армии стали избегать контактов и договоренности с этими бандами, чьи наследники добрались до власти спустя полстолетия. При этом на нашей стороне воевали и освобождали Польшу бойцы армии Людова. Злейший враг профашистской АК. Вот эти люди совершали ратный подвиг и наступали на запад плечок к плечу с советскими войсками. Но их родина сейчас забыла. Героями стали другие. Также я замечу, что англосакцы зимой 1942 года хотели договориться с рейхом через фон Папина при содействии римского папы. Смущал их тогда только Гитлер, а вот нацистская партия нет. А из вышесказанного очень понятно, почему Россию, к примеру, не зовут на годовщину освобождения Асвенцима, лишний мы в этом лицемерии. А на этом у меня все. Всем желаю крепкого здоровья, до скорых встреч, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»